Ивановские красавицы на финишной прямой. Уже в эту пятницу в Центре культуры и отдыха состоится финальное шоу-конкурса. В этом году намечается модная феерия, вдохновленная фестивалем «Первая фабрика авангарда». Девушки усиленно готовятся, репетируют, оттачивают мастерство дофиле, стараются произвести на жюри впечатление, рассказав, какой именно должна быть самая красивая девушка Иванова. Я считаю, что красота у каждого своя. И красота должна быть. Но она должна быть не только внешне, она должна быть и внутренне. То есть Ивановская красавица должна сиять уверенностью и сиять добротой. То есть это, мне кажется, самые важные качества, которые необходимы для данного конкурса. В гости к конкурсанткам наведался и мэр города. Из любопытства и познакомиться, спросить у молодых и красивых, как им живется в городе, узнать их чаяния и мечты. Разговор получился душевный и конструктивный. Я много слышал о конкурсе Ивановской красавицы, но не имел представления о том, что этот конкурс из себя представляет. И как раз вот сегодняшняя встреча, она нужна для того, чтобы развеять какие-то мои сомнения или пасения о том, что это не просто какой-то конкурс красоты, а именно это работа постоянная над собой, участие в волонтерских проектах, благотворительности. И вот как раз мы сегодня об этом с участниками, с финалистами разговаривали. Ивановская красавица, говорят организаторы, нестандартный конкурс красоты. Здесь большое внимание уделяют интеллекту и таланту участниц. Сначала отбирают 50 молодых девушек, а через месяц занятий и тренировок из них финальную двадцатку. Самые стойкие и одаренные борются за корону. В финальной двадцатке предстоит очень много всего. Это проект. Мы тоже много изменили внутри этого проекта в этом году. Сделали новые формации, номинации. И им, конечно, очень повезло, что они окунулись в такую атмосферу современного искусства, которую нам подарила первая фабрика «Авангарда». И, соответственно, они более грамотно выйдут, мне кажется, на сцену с такой вот хорошей прокачкой. Ивановская красавица – почетный и ответственный титул, поэтому конкурсанткам нужно быть заряженными по всем направлениям. За время конкурса они пели, танцевали, читали стихи, участвовали в благотворительных акциях и марафонах, занимались спортом. Самое сложное для меня был этап – это мисс-артистизм. Мы, как в программе «В точь-в-точь», изображали одного из актера, певца, и пели, выступали на сцене. Я выбрала актера Андрея Миронова из фильма «Бриллиантовая рука» и песни «Остров невезения». То есть я была мужчиной, она без парика и танцевала. Финальное шоу этого года называется «Манифест красоты». И, похоже, оно будет скорее на театральную премьеру или перформанс, чем на стандартные конкурсы. Победительница будет объявлена в конце вечера, хотя девочки считают, что каждая из них уже навсегда попала в плеяду самых красивых женщин города. И все они уже победили. Участие в конкурсе может дать мне многое, раскрыть таланты и исполнить мечты. Но и я готова многое дать этому конкурсу. Уверена, мне удастся подарить окружающим свою легкость, позитив и неиссякаемый заряд энергии. «Я считаю, что главная красавица должна не только участвовать в показах и фотографироваться, но и принимать активное участие в решении политических и социальных проблем нашего города и главной области». «Я считаю, что для того, чтобы быть красивой, нужно ежедневно работать над собой. И не только над внешностью, но и над своим внутренним миром». Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.